Мы продолжим изучать книгу «Бытие». Книга «Бытие», как вы все знаете, переводится как «вначале». Это действительно начало всей Библии, это начало всей истории. В этой книге мы в самом начале видим, кто такой Бог. С самого начала мы видим, что человек согрешил. С самого начала мы видим историю искупления. Книга «Бытие» — это начало истории искупления. И также книга «Бытие» — это начало веры человека. И вот эту историю веры человека мы видим на одном таком большом примере, которая на протяжении всей этой книги нам повествуется. Это история жизни Авраама. Бог намеренно показывает нам этого человека для того, чтобы показать на основании его жизни, что такое истинная вера, как начинается вера, как она продолжается. И мы с вами уже начали изучать историю жизни этого человека. Сегодня мы продолжим размышлять над судьбой Авраама. И размышляя над этой историей, над нашей сегодняшней главой, мы увидим самое главное, мы увидим характер Бога. Эта история открывает нам Божий характер и размышляя над нашим сегодняшним текстом, мы увидим три истины о Божьем характере. Размышляя об этих истинах, в самом конце мы сделаем практически вывод. А что же нам теперь с этим делать? Поэтому я приглашаю вас, давайте, вставши в знак уважения к Божьему Слову, мы прочитаем наш текст. Это книга Бытие, 18 глава. «И явился ему, то есть Аврааму, Господь, у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал, Владыка, если я обрел благоволение перед очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под тем деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдете, так как вы идете мимо раба вашего. Они сказали, сделай так, как говоришь. И поспешил Авраам в шатер свой к старе и сказал, поскорее замеси три саты лучше муки и сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и отдал отруху, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними. А сам стоял после них под деревом. И они ели. И сказали ему, где Сара, жена твоя? Он отвечал, здесь, в шатре. И сказал один из них, я опять буду у тебя в это же время. И будет у Сары сын, жены твоей. А Сара слушал у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары. В летах преклонных и обыкновенная у женщин у Сары прекратилась. Сара внутренне рассмеялась и сказала, «Мне ли, когда я состарилась, имейте ее утешение? Да и господин мой стар!» И сказал Господь Аврааму, «Отчего это рассмеялась Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Если что трудное для Господа, назначенный срок, буду ее у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Сара же не призналась, а сказала, «Я не смеялась, ибо она испугалась». Но он сказал, «Нет, ты рассмеялась». И встали те мужи оттуда и отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь, «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедовал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». И сказал Господь, «Вопль содомский и гаморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, я узнаю». И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. «Авраам же еще стоял перед лицом Господа». И подошел Авраам и сказал, «Неужели ты погубишь праведного с нечестивыми? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что и с нечестивым. Не может быть от себя. Ты судья всей земли, поступишь ли несправедливо? Господь сказал, «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие». Авраам сказал в ответ, «Вот я решился говорить владыке, я, прах и пепел, может быть, до 50 праведников не доставлено пяти. Неужели за недостатком пяти ты истребишь весь город?» Он сказал, «Не истреблю, если найду там 45». Авраам продолжал говорить с ним и сказал, «Может быть, найдется там 40?» Он сказал, «Не сделаю того и ради 40». И сказал Авраам, «Да не прогневается владыка, что я буду говорить, может быть, найдется там 30?» Он сказал, «Не сделаю, если найдется там 30». Авраам сказал, «Вот я решился говорить владыке, может быть, найдется там 20?» Он сказал, «Не истреблю ради 20». Авраам сказал, «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10?» Он сказал, «Не истреблю ради 10». И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом, Авраам же возвратился в свое место. Дорогой наш Господь, мы славим Тебя за Твое Слово. И мы славим Тебя за то, что в первую очередь Твое Слово, оно открывает нам, кто Ты. Мы славим Тебя за то, что Ты решил открыть нам в Себя свой характер, и в Твоем Слове мы видим Тебя, Святого и Прекрасного Бога. Мы славим Тебя за то, что мы можем познавать Тебя, Божий, и просим, Ты не оставь нас равнодушными, чтобы встреча с Тобой, с живым истинным Богом, чтобы созерцание Твоей славы, оно преображало нас. Мы нуждаемся в том, чтобы в Твоем Слове видеть Тебя, красоту Твоего характера, и чтобы эта встреча с Тобой, она нас меняла. Поэтому действуй в нашем сердце сегодня, раскрывай нам свой образ. Славим Тебя за все. Аминь. Садитесь. Посмотрите, с чего начинается эта история. На первый стих. Здесь написано. «И явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного». Вот как читатели, мы знаем на самом деле намного больше, чем знал Авраам. Еще до того, как начать нам рассказывать эту историю, автор книги Бытие уже показывает нам. Сейчас будет нечто особенное. Сейчас вы увидите Богоявление. Мы с вами это знаем, но Авраам этого не знает. Здесь написано, что он просто сидит у входа в шатер во время дневного зноя. Дневной зноя – это такое обеденное время, когда солнце находится в зените, когда вот в самой высокой точке стоит невыносимая жара. И я напомню, Авраам живет в пустыне. Он находится в Палестине. Очень жарко. И в это время никто не работает. Все в это время прячутся от жары, где-то в тени, пьют водичку, отдыхают, спят. Вот точно так же Авраам отдыхает. Авраам – это богатый человек, очень уважаемый человек, очень успешный человек и при этом пожилой человек. Вот он отдыхает в тени дерева, заслужил. Но тут мимо проходят три мужчины. Мы с вами знаем, что это Бог в сопровождении ангелов идет к Аврааму, но Авраам этого не знает. Для него это просто обычные путники. И вот то, как Авраам относится к незнакомым людям, просто к каким-то обычным странникам, очень много говорит о его характере. Авраам мог просто не обращать на них внимания. Ну, жара, я отдыхаю, иду тут, кто-то и идет. Он мог отправить кого-то из своих слуг. Ну, спросите, что им надо там, разберитесь с ними. Он мог не сильно заморачиваться по поводу еды, воды. Это вообще не его дело. Но он делает совершенно по-другому. Он оказывает максимум гостеприимства этим людям. Посмотрите третий стих. Авраам встает и идет навстречу этим людям и обращается к ним. Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего. Очень уважительное отношение, очень уважительный разговор с незнакомыми людьми, до которого, по сути дела, ему вообще нет дела. Четвертый стих. И вам принесут немного воды и омоют ноги ваши, а вы отдохнете под этим деревом. Авраам заботится об их отдыхе, он заботится об их комфорте. Далее, шестой стих. Поспешил Авраам в шатер к саре и сказал, поскорее замеси три саты лучше муки, сделай пресные хлеба. Авраам не ленится, а напротив спешит послужить этим людям. И посмотрите, здесь он не просто вот служит людям, он служит с рвением, с заботой. И это просто какие-то незнакомцы. Седьмой стих. Побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. Авраам берет лучшее, лучший хлеб, лучшее мясо. На протяжении вот этих двух стихов мы видим, что Авраам все время бежит. Пожилой, старый, уважаемый человек. Он бежит, он спешит послужить. И он призывает поспешить всех людей, которые находятся рядом с ним. Он призывает поспешить свою жену, он призывает поспешить своего слугу. Авраам спешит послужить. Почему он так делает? Авраам испытал в своей жизни Божью любовь. Он испытал в своей жизни Божью заботу. И теперь он спешит послужить даже незнакомым людям. Братья и сестры, если вы пережили живое Евангелие, если вы пережили встречу со Христом, то, подобно Аврааму, поспешите послужить вашим ближним. И вот здесь мы видим то, что Бог работает с человеком. Бог приходит к человеку. Это обычный жаркий день. Авраам, как обычно, отдыхает. Но в этот совершенно обычный день Бог решает посетить человека. Бог приходит к Аврааму, чтобы работать с его сердцем. И вот точно так же Господь работает и с нами сегодня. И вот наш первый принцип откровения Божьего характера. Бог — это тот, кто приходит в нашу повседневность. Бог — это тот, кто приходит в нашу повседневность. Господь недалеко от нас. Он близок к нам. Он ищет нас и находит нас даже в самых обычных делах. Он ищет нас в самые непримечательные моменты нашей жизни. Вот в этой истории Бог похож, знаете, на такого друга, который приходит без разрешения. Это друг, который приходит без приглашения. Он просто стучит в дверь. Вы подходите к двери, смотрите в глазок, а там стоит Господь. Вот Бог приходит в нашу повседневность. И теперь вопрос. А как Авраам мог подготовиться к этой встрече? Как Авраам мог узнать, когда Бог решит его посетить? Никак. Он никак вообще этого не мог узнать. И вот единственное, что остается делать, это всегда жить в осознании Божьего присутствия. Единственное, что остается делать, это жить так, чтобы Бог мог прийти в любой момент. Чтобы Бог мог прийти в любой момент и работать с моим сердцем. Вот единственное, что нам остается сделать, это сказать, «Иисус, я смиряюсь пред Тобой. Я открыт для Тебя, поэтому приходи, когда хочешь, и работай с моим сердцем. Работай с моим сердцем через самые бытовые ситуации в моей жизни. Вот одна из самых больших ошибок вообще современного христианства — это разделение жизни на духовную, такую религиозную и светскую. Вот то, что относится к религиозной сфере, — это вот Божье, это принадлежит Ему. А вот то, что светское, — это моё. И вот это такое наше неправильное мышление, оно часто выражается в одном простом диалоге, в одном простом разговоре, который по-любому вы слышали, а может быть, когда-то вы были сами участниками такого диалога. Представьте вот типичную ситуацию в церкви. В воскресенье подходим друг к другу и спрашиваем, как твои дела, как жизнь? Ну, нормально. И следующий вопрос. А как твоя духовная жизнь? И ответ на это — ну, знаешь, не очень. Вот такой диалог — это вообще полный абсурд. Это просто нереально, такого быть не может. Не может быть, чтобы всё было нормально в жизни, при этом были проблемы в духовной жизни. Если в твоей духовной жизни непорядок, вся жизнь в беспорядке. Более того, у нас просто не существует недуховной жизни. Такой жизни в принципе просто не существует. У нас нет недуховной жизни. Вся наша жизнь, у всех людей, даже у неверующих людей, это глубоко духовная жизнь. Не существует нормальной жизни. Всё, что мы говорим, всё, что мы думаем, всё, что мы делаем, — это глубоко духовные вещи. И вот теперь посмотрите, наше сердце во время поклонения, во время пения, во время проповеди — это очень глубоко духовная вещь. Наше общение сегодня вечером с нашими друзьями или с семьёй на кухне, будем ли мы говорить о Боге или будем мы сплетничать — всё это глубоко духовная вещь. Наша работа завтра в понедельник и наше общение с коллегами — это глубоко духовная вещь. Наше отношение к кассирше в магазине, то, как мы тратим деньги, то, как мы проводим свободное время — всё это — это глубоко духовные вещи. Каждый шаг в нашей жизни, он либо подчёркивает, что Иисус наш Царь, и мы живём ради Его славы, либо он подчёркивает, что я живу для себя ради своей славы. Апостол Павел в послании к Колоссянам — это 3 глава, 23 стих. Он пишет радикальные слова. «Всё, что вы делаете, делайте от души, как для Господа». Буквально абсолютно всё, все сферы вашей жизни отдайте Христу без остатка. Всё, что есть в вашей жизни, оно теперь Христово. Во всём, что вы не делаете, будь то служение в церкви или просто обычная рутинная работа, всё это делайте ради славы Христа. Вот Авраам смог приготовиться к встрече с Богом по одной простой причине — он к ней вообще не готовился. Он не готовился особенным образом к встрече с Богом, потому что он просто стремился жить в осознании Божьего присутствия. Бог уже очень многое изменил в его характере, Бог уже очень многое изменил в его жизни. Не было какой-то особенной подготовки. Была просто обычная жизнь, обычного, изменённого Богом человека. У Авраама не было переключателя между духовной жизнью и недуховной жизнью. У него не было переключателя воскресения на собрании, и вот моя обычная жизнь. Если в вашей жизни есть такая кнопка, покайтесь и выбросьте эту кнопку. В нашей жизни нет переключателя между духовной и недуховной жизнью. Всё, что есть в нашей жизни, — это глубоко духовные вещи. Вот то, во что мы на самом деле верим, оно проявляется не в воскресенье во время собрания. Это проявляется в нашей повседневности. На работе, на учёбе, в магазине и дома, когда нас вообще никто не видит. Вот тогда и проявляется суть нашей веры. Кто-то из вас наверняка знает известного пастора с Дальнего Востока, Максима Чепеля. Я однажды был на молодёжной конференции, на которой он также проповедовал. И вот он рассказывает историю своей жизни, как он осознал, что он не всегда находится в Божьем присутствии. Это было в молодости когда-то. И они просто были на молодёжной конференции. И с какой-то группой молодёжи собрались вместе в комнате, чтобы посмотреть фильм. Но вот они смотрят фильм, и неожиданно в комнату заходит их молодёжный лидер. Они поставили фильм на паузу, и Максим рассказывает свои чувства. В этот момент я понял, что я не сильно рад, что зашёл молодёжный лидер. Я понял, что это не тот фильм, который я хотел бы смотреть вместе с ним. И я понял, что есть, оказывается, очень много вещей в моей жизни, разговоров в моей жизни, которые я не хотел бы делать в присутствии церкви или в присутствии пастора. Вот оказалось то, что есть много вещей, которые стыдно делать перед служителями или перед церковью. Братья и сёстры, мы с вами верим в святого Бога. Мы верим в суверенного Бога. Мы верим в Бога, от которого ничто не сокрыто. Мы верим в Бога, который ни на секунду не отвлекается. Он не может просто что-то просмотреть. Ему не может что-то показаться. И вот если есть в вашей жизни что-то, что вы хотели бы скрыть от церкви, от служителей, от братьев и сестёр, то лучше просто прекратить это делать. Просто не делайте этого. Потому что если это стыдно пред людьми, то тем более это стыдно пред Богом, который всегда смотрит на нас. Посмотрите, Бог приходит в нашу повседневность. Но Он не просто приходит в нашу повседневность, Он наполняет нашу повседневность смыслом и своей праведностью. Евангелие открывает нам путь, как нам жить ради Божьей славы даже в самых маленьких вопросах. И вот если вы будете жить в своих делах просто для себя, то вы будете пустыми, раздавленными, разочарованными, скучающими, безрадостными. При этом если даже в самых маленьких вопросах вы будете искать Божьей славы, то вы будете счастливыми, радостными. Ваша рутина обретёт смысл. И вы увидите много Божьей работы в вас и через вас. Итак, первый принцип, который мы видим здесь, что Бог приходит в нашу повседневность. Но история на этом продолжается. Вот Бог пришёл к Аврааму. Авраам ещё не понимает, что это Бог. Идёт просто обед, путники кушают, Авраам стоит, смотрит на них. И он ни о чём не догадывается. Но тут начинается необычный диалог. И вот благодаря этому диалогу Авраам начинает понимать, что это не просто путники. Он начинает понимать, кто перед ним стоит. В 9 стихе Господь задаёт вопрос. «Где Сара? Я жена твоя». Интересно, что в Библии Бог, в принципе, часто задаёт вопросы. Мы уже в книге «Бытие» видели несколько таких вопросов. И самый яркий вопрос, это, помните, вопрос Бога к Адаму. «Адам, где ты?» Точно так же Бог приходит к Аину и задаёт ему вопрос. «Где твой брат?» Вот, разумеется, Бог знает ответы на эти вопросы. От Него ничто не сокрыто. Он знает ответы без наших подсказок. Но вот через такие вопросы Бог призывает, Бог приглашает человека в общение. Бог желает общения с человеком. Бог инициирует это общение. Бог ищет человека, находит человека и работает с человеком. И вот этот путник, он называет новое имя Сары. Это то имя, которое Бог дал Аврааму, Бог сказал Аврааму в прошлой главе, при заключении завета. И вот откуда этот человек знает это новое имя Сары? А потому что он сам тот, кто дал это имя. В этих стихах Господь сразу показывает. «Я здесь, я знаю вас, я рядом, и я желаю общения с вами». И вот этот вопрос, он также обращен не только к Аврааму, но он привлекает внимание Сары. Разговор идет между Богом, Авраамом. Сара вроде бы здесь ни при чем. Вроде бы Бог пришел к Аврааму. Но нет, Он пришел также и к ней лично. Никто не знал, что Сара в этот момент стояла и подслушивала с другой стороны. Но об этом знал Бог. И вот этим вопросом Бог также приглашает Сару в общение. Он желает укрепить веру не только Авраама, но Он желает укрепить веру также и Сары. И Он делает все для того, чтобы Его послание, оно было услышано. И вот теперь после того, как Бог завладевает вниманием Сары, она теперь полностью в Его внимании, Он вновь провозглашает свое обещание. Десятый стих. «И сказал, я опять буду у тебя в это же время, и будет сыну Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Вот Господь – это тот, кто знает Авраама и Сару. Господь знает их новое имя. Господь знает их самое сокровенное желание. Господь знает их самое сокровенное переживание. Уже здесь мы видим, что Господь знает человека насквозь. От него ничто не сокрыто. Он знает наши самые сокровенные желания. Он знает наши самые сокровенные мечты. Он знает нашу боль. И у него есть для нас ответ. Нет, у Бога есть ответ для каждого из нас. Бог отвечает на нужду Авраама и Сары своим обетованиям. Итак, 10 стих – это ответ Бога на нужду человека, у тебя будет сын. Но у нас также есть 11 стих. Авраам же и Сара были стары, и в летах преклонных, и обыкновенная у женщин у Сары прекратилась. Вот это та действительность, в которой жили Авраам и Сара. Авраам и Сара, они видели реальность другими глазами. Естественные процессы в жизни Сары, они закончились. Она это видела, она это чувствовала, она понимала. Возможности для родов просто нет. И вот в этот момент Сара встает перед выбором. Вот с одной стороны, на одной чаше весов – это Божье обещание. У тебя будет сын. А вот на другой чаше весов – я вижу реальность. Я не могу родить. И вот Сара выбирает. Сара выбирает свое мнение, а Божье мнение игнорирует. Причем посмотрите, как она это делает. Она выбирает очень аккуратно. Она выбирает очень скромно. Она всего лишь внутренне рассмеялась. Сара была внешне достаточно благочестивой женщиной. Она послушно приготовила еду, когда ей муж сказал. Она называет мужа уважительно, господин. И это в других текстах Писания будет еще не раз подчеркиваться. Она знает, что нужно верить в Божье обещание. Она все это знает. И внешне она делает все для того, чтобы это так и выглядело. Внешне к ней невозможно придраться. Но внутри себя она говорит. Ну вот стоп. Вот это, это уже слишком. Вот этого уже не может быть. Но Господь знает ее сердце. И он как раз пришел ради нее. Неожиданно Господь обращается к Саре через вопрос, который он задает Авраму. И сказал Господь Авраму, отчего это рассмеялась Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась. И теперь мы подходим к нашему второму принципу. Господь знает нас настоящих. Бог это тот, кто знает нас настоящих. Бог знает нас настоящих. Он знает наше сердце. Он знает даже то, в чем мы сами боимся себе признаться. Он видит нас просто насквозь. Ему не нужны наши маски. Ему не нужно наше внешнее послушание. Ему не нужна наша внешняя религиозность. Ему нужно наше сердце, которое вполне предано ему. И вот в нашей жизни, подобно Сариной жизни, есть очень много выборов. Мы тоже сталкиваемся с такими выборами, когда мы встаем вот перед этой ситуацией. Доверять ли всецело Богу или же внутренне рассмеяться, сделав при этом, ну, такое благочестивое лицо. Вот у нас тоже много таких выборов. Например, в Писании мы видим, что Бог дал возрожденным верующим людям силу для борьбы с грехом и искушением. Это Божий ответ нам. Мы можем победить любой грех. Мы можем жить в победоносной жизни. При этом порой мы смотрим на себя. И что мы видим? Мы видим, как раз за разом мы проваливаемся в одну и ту же яму. Мы постоянно падаем в одни и те же ошибки. И мы постоянно признаем свое поражение. И вот на автомате мы продолжаем говорить. Ну да, борьба с грехом – это очень важно. Действительно, в Библии написано, что нам не нужно грешить. Но при этом внутренне мы рассмеялись. Внутренне мы рассмеялись. Мы смирились, что у меня не получается жить в победе, но и ничего страшного. Я смирился с поражением. Подобно старе я рассмеялся. Иисус сказал, вы будете моими свидетелями. Это Евангелие от Матфея, последняя глава. И вот это не выбор, это не призыв, это факт жизни верующего человека. Возрожденный христианин по факту является благовестником, потому что Иисус наделил нас силой для того, чтобы проповедовать Евангелие. Но при этом мы смотрим на реальность. Мы сталкиваемся со многими страхами. Мы боимся, что нас не услышат, нас отвергнут, нас не поймут. Да и как-то лень, и может быть не хочется. И вот как церковь, никто в церкви не спорит, что благовестие – это важно. Все с этим согласны, такого спора нет. При этом по факту мы не благовествуем. И вот внутренне получается, что мы рассмеялись. Мы не верим в то, что в Евангелии есть сила для спасения людей. Мы не верим, что Бог дал мне силу для того, чтобы через меня проповедовать свое святое слово. Евангелие открывает нам, что Иисус – это подлинная радость, настоящая радость жизни любого возрожденного верующего человека. Но при этом есть человеческая реальность. Есть проповедь этого мира, и этот мир проповедует. Этот мир говорит – деньги – твое счастье. Этот мир говорит – отношения – твое счастье. Признание людей – вот твое счастье. Людская слава – вот это твое счастье. Жить для себя, жить ради собственного комфорта – в этом твое счастье. Мы ходим в церковь. Мы понимаем, что это кощунственно сказать, что Иисуса недостаточно для счастья. Но при этом внутренне мы можем смеяться со столь громких призывов с кафедры. Внутренне потихонечку мы можем смеяться и все еще потихому надеяться, что где-то вне Христа я обрету покой. Где-то вне Христа я обрету радость. Что-то вне Христа принесет мне удовлетворение. Мы все знаем Божий призыв – все заботы ваши возложите на меня, потому что я неустанно пекусь о вас. Но внутренне мы смеемся с этого Божьего обещания, потому что мы живем так, будто если мы прекратим беспокоиться, если мы прекратим тревожиться, то вот как только мы остановимся, этот мир остановится. Итак, мы с вами можем сталкиваться с такой двойственностью. Такая двойственность в нашей жизни. И вот такие вызовы, они вскрывают по-настоящему подлинную суть нашей веры. Вызовы показывают, можем ли мы положиться на Бога полностью, или некоторые обетования Божьи вызывают у нас смех. Как нам с этим быть? Как нам преодолевать наши страхи, наши сомнения? Как нам преодолевать наш взгляд на реальность и учиться доверять всецело Богу? Посмотрите, что Бог дальше делает с Сарой. Вот в ответ на ее смех, в ответ на ее неверие, в ответ на ее такую внешнюю религиозность, Бог просто открывает свой характер. 14 стих. «Если что трудное для Господа, в назначенный срок буду у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». «Если что трудное для Господа». Вот этот вопрос, это не просто вопрос, это призыв к Саре прекратить переживать. Это призыв прекратить концентрироваться на себе, прекратить концентрироваться на своих проблемах и начать размышлять о Боге. В момент сомнения, в момент недоверия, в момент смеха Бог обращается к Саре и говорит, «Стой! Хватит думать! Подумай о том, кто я, кто такой Бог, в Которого ты веришь. Есть ли что трудное для Господа?» И ответ – нет. Ответ, разумеется, для Бога нет. Господь всемогущий. Вот через этот вопрос Бог открывает свое всемогущество. «В назначенный срок я буду у тебя в следующем году, и у Сары будет сын. Я Бог верный, я исполняю свои обещания». Божий ответ на наши малодушия, на наши сомнения, на наше неверие – это Он Сам. Это откровение Его характера. В момент тревоги, в момент сомнения, в момент сложного выбора остановитесь и начните размышлять о том, кто такой Бог, в Которого вы верите. Начните размышлять о Божьем характере. Итак, Господь, Он знает нас настоящих. Он обличает внутренний смех Сары. Он открывает ей свой характер и показывает ей путь к исправлению. Но что делает Сара? Сара делает то, что часто делаем мы. Она начинает оправдываться, она начинает увиливать. Она делает вид, что ничего не было. «Нет, я не смеялась». Что на это говорит Господь? Он просто говорит ей «Нет, ты рассмеялась». Бог знает нас настоящими. Бог видит наше сердце насквозь. И Он рядом для того, чтобы укрепить нашу веру. Нам не нужно теперь оправдываться перед Ним, нам не нужно заискивать как-то перед Ним. Нам не нужно перед Ним надевать маски. Нам не нужно воскресенье декларировать одно, а по факту среди недели жить совершенно другими принципами. Иисус Христос, Он знает наше сердце. Он знает все моменты, когда мы смеемся над Его обещаниями. Он знает все моменты, когда мы склонны доверять себе больше, чем Ему. И вот несмотря на все это знание, несмотря на то, что Он видит наше сердце, Он все равно возлюбил и пошел на крест, чтобы нас спасти. Нам не нужно себя оправдывать перед Богом, потому что мы уже оправданы Иисусом Христом. И теперь Иисус приходит к нам не для того, чтобы просто нас как-то унизить. Он приходит, чтобы нас обличить. Но это обличение, оно не для суда. Это обличение для того, чтобы иметь добрый плод в нашей жизни. Мы теперь можем приходить к Отцу такими, какие мы есть, потому что мы знаем, Отец не будет нас судить. Он будет нас изменять, потому что мы уже оправданы Иисусом Христом. Теперь мы можем прийти к Богу и в смирении благодарить Его за Его спасение. Он нам уже подарил это спасение. Мы теперь можем не пытаться оправдываться перед Ним, выглядеть лучше, чем мы есть на самом деле, потому что это и невозможно, он знает нас настоящими. Теперь мы можем прийти к Отцу и честно предстать перед Ним и попросить благодати, чтобы Он нас менял. Мы можем приходить к Иисусу и просить Его просто о трех вещах. «Покажи мне мое сердце. Ты знаешь его лучше всех. Покажи мне мое сердце. Покажи мне твой характер. Ты самая прекрасная личность во Вселенной, и я хочу увидеть тебя. Работай с моим сердцем, потому что я хочу явить этому миру твою славу. Изменяй меня, преображай меня. Я хочу быть на тебя похожим». Вот это – это путь к изменениям и росту. Итак, Бог знает нас настоящих. И зная нас настоящих, Он по-прежнему рядом, Он по-прежнему верен нам, Он любит нас и продолжает свой искупительный труд в нас. Не надевайте маски, не имитируйте духовную жизнь, а просто приходите к Иисусу Христу, чтобы Он наполнял вас и менял вас. Итак, это второй наш принцип. Бог знает нас настоящими. И вот после разговора с Авраамом и Сарой Господь отправляется дальше в путь. И Авраам идет их проводить. Вот, казалось бы, на этом история закончена. Бог совершил свою работу. Авраам и Сара получили ободрение. Дело сделано. Но нет, Господь не закончил свою работу. Бог желает намного большего для Авраама, чем просто укрепить их веру. И Бог желает для нас тоже нечто большего. Бог не просто хочет укрепить нашу веру, но у Него есть нечто большее для нас. 17 стих. «И сказал Господь, «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедовал сынам своим и дома своему после себя ходить путем Господнем, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Бог не просто подарил веру Аврааму, Он также подарил Аврааму миссию. И эта миссия выходит сильно за пределы его жизни. Бог спас Авраама для того, чтобы через него спасать других. Бог благословил Авраама для того, чтобы через него благословить многих, все народы. Бог избрал Авраама, чтобы еще многие люди через его жизнь узнали, что значит иметь отношение с Богом, что значит ходить его путем. Бог подарил Аврааму миссию. И сам Бог работает с сердцем Авраама, чтобы он мог ее выполнить. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. И вот жизнь по вере, она похожа на бурный поток реки. Мы питаемся от источника, но вода не застаивается, вода идет дальше, она идет дальше вниз по течению реки. Божье благословение теперь мы используем для того, чтобы благословить других. Духовные дары мы используем для служения. Мы спасены для того, чтобы другим людям проповедовать спасение. Всем, что мы получили от Бога, мы теперь стремимся поделиться с окружающими ради Божьей славы. Но вот теперь, если Божье благословение мы начинаем использовать ради себя, если эгоизм овладевает нами, то получается, мы строим плотину самодовольства. Мы превращаем бурную реку христианской жизни просто в зарастающее болото. И вот если где-то в вашей христианской жизни образовался вот такой затор, то скорее расчищайте его. Расчищайте этот забор, чтобы Бог мог использовать вас ради Своей славы. Бог приготовил миссию для тебя и меня. И эта миссия намного больше, чем наша жизнь. Наша жизнь однажды закончится, а Божье дело, оно будет продолжаться. И это чудо, что теперь наша временная, суетная жизнь – это часть Божьего глобального плана по спасению людей. Мы прожигали наши жизни, мы жили абсолютно бессмысленной жизнью до Христа. Но Бог пришел в нашу жизнь, Он нашел нас, и теперь Бог сделал нас способными быть соучастниками Его большого плана. Бог сделал так, что теперь мы можем тратить нашу временную жизнь ради Его вечности. И вот это наш третий принцип. Бог формирует наш характер для служения. И вот что сделает Бог здесь в этом тексте для того, чтобы подготовить Аврама к служению? Бог начинает открывать Ему свой замысел. 20 стих. «И сказал Господь, вопль содомский и гоморский велик, и грех их тяжел на весьма. Сойду, посмотрю, точно ли не поступает так, каков вопль на них, восходящий ко мне. Или нет, я узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом, Аврам же еще стоял пред лицом Господа». Но подождите, а разве Бог не знает, что происходит в Содоме? Разве Ему нужно спуститься на землю для того, чтобы увидеть, что же там вообще случилось, что там происходит? Нет, Он знает. И Он пришел туда не ради Содома. Он пришел туда ради того, чтобы работать с характером Аврама. Вот идет Бог, идут Его ангелы, и идет рядом Аврам. И теперь Господь вслух проговаривает свой план, чтобы Аврам это услышал. Бог по-прежнему вовлекает Аврама в диалог. Бог провоцирует Аврама на реакцию. И Аврам вступает в этот диалог. И его реакция правильная. Но что теперь позволило ему отреагировать на эти Божьи слова правильно? Авраму позволило поступить правильно глубокое знание Бога и его характера. Аврам очень хорошо знает Божий характер. Аврам понимает, что Господь святой и праведный. Аврам понимает, что Господь ненавидит грех. Аврам понимает, что Бог имеет право судить грех, и что Он точно будет судить справедливо. И при этом также Аврам на основании своей жизни знает, что Бог любящий и милующий. И вот познание Божьего характера, оно теперь влияет на Аврама. Аврам, зная Божий характер, обращается к Богу с этим заступническим прошением, с этой такой молитвой заступнической. И обратите внимание, все, что говорит Аврам дальше, оно основано на глубоком знании Бога. 23 стих. «Неужели ты погубишь праведную с нечестивым?» Аврам знает, что Бог справедливый. Он осознает, что Бог не будет поступать несправедливо или нечестно. «Не может быть, чтобы ты погубил праведного с нечестивым?» Аврам признает, что Бог всегда поступает праведно. Посмотрите на 27 стих. «Аврам также знает, что Бог суверенный, что Бог господин, что Бог имеет власть. Вот я решился говорить владыке. Я прах и пепел». Вся молитва Аврама, она основана на верном понимании, кто такой Бог и кто такой человек. Всю эту молитву мы видим трепетное отношение к Богу. Аврам понимает, перед кем он стоит. Он знает характер Бога. И знание характера Бога влияет на его практическую жизнь. Знание характера Бога, оно неизменно будет влиять на нашу практическую жизнь. Аврам пережил встречу со святым праведным судьей, но при этом милующим и верным Богом. И вот такая встреча не оставила его равнодушным. Вот знание такого Бога теперь выражается в его переживаниях о людях, в его заступничестве, в его служении ближнему. Аврам знает такого Бога, и он действует в соответствии со своим знанием. Аврам осознает грех людей, он осознает пагубность греха, и он также осознает Божью святость. И вот осознание человеческой греховности и Божьей святости, оно теперь мотивирует Аврама быть заступником, быть проповедником Божьей истины, быть проповедником Божьего характера. Вот в этом тексте не очевидно, но здесь есть очень яркий контраст. Аврам молится о милости для Содома. Но кто еще живет в Содоме? В Содоме живет Лот. Мы знаем это с вами из предыдущих текстов. И вот когда Аврам молится о милости для Содома, в котором живет Лот, то планка вот этого избавления от Божьего гнева спускается с 50 человек до 10. Вот теперь подумайте. Бог обещает, что пощадит Содом, если там будет хотя бы 10 праведников. И вот 10 человек – это на самом деле не так уж и много. 10 человек – это мало. При учете, что в Содоме живет Лот, его жена, две его дочери и еще два мужа, которые появились в Содоме у этих дочерей. Итак, это уже 6 человек. Он мог оказывать, Лот мог оказывать доброе влияние на 6 человек, и оставалось всего 4 человека в этом городе для того, чтобы город был спасен. Но Лот ничего из этого не делает. Лоту все равно. Лот долгое время ходил с Аврамом. Лот знал Бога Аврама. Но вот знание Бога никак не отразилось в его практической жизни. Он знает Бога, но при этом живет не ради Бога, а ради себя любимого. Он пришел в Содом не искать Божьей славы, не проповедовать Божью истину. Он пришел в Содом жить ради себя любимого. Он не беспокоится о Божьей праведности, потому что он даже не побеспокоился о состоянии своих детей. Он даже не побеспокоился, чтобы у его дочерей были благочестивые люди, богобоязненные люди, богобоязненные мужья. Он живет ради своего комфорта. И его мало интересуют люди вокруг. Он живет ради своего комфорта. Поэтому ему нет никакого дела до благовестия. Вот трагедию жизни Лота, его бесславный финал, мы будем разбирать в следующих главах. Но здесь же мы видим, что Бог работает с нами для того, чтобы мы могли исполнить нашу миссию. Бог формирует наш характер для служения. И Бог это делает с нами, открывая нам свой характер. Вот встреча с истинным Богом, она никогда не проходит бесследно. Встреча с живым Христом, она кардинальным образом меняет все в нашей жизни. Если вы знаете святого Бога, но при этом это знание не мотивирует вас к святости в вашей жизни, вы не знаете Божью святость. Если вы пережили Божью милость, но это не мотивирует вас к благовестию, вы неправильно поняли Евангелие. Если вы увидели Христа Царя, который устанавливает свое царство, но это не мотивирует вас жить ради его славы, то вы плохо знаете, кто такой Иисус Христос. Представьте себе диетолога с лишним весом. Представьте себе психолога, который находится в депрессии и никак не может из нее выйти. Представьте себе математика, который пришел в магазин и не может посчитать сдачу. Вот точно так же выглядят христиане, которые утверждают, что знают Бога, но при этом это знание никак не влияет на их характер. Это знание никак не влияет на их жизнь. Мы не хотим быть просто умниками, которые философствуют о Боге, но мы нуждаемся в Божьей благодати, чтобы Его силой быть живым воплощением Евангелия. Братья и сестры, нам нужно постоянно пребывать в Божьем Слове. И самое главное, что мы должны делать, читая Библию, это видеть красоту Божьего характера. Нам нужно, чтобы встреча с живым Богом, она преображала нас. Расскажите себе, кто такой Бог, в которого вы верите. Расскажите себе, кто такой Бог Библии. А потом проверьте, как знание такого Бога отражается в вашей практической жизни. Как знание такого Бога влияет на ваши поступки. Простите, чтобы Бог показал вам вашу миссию в жизни. А потом подумайте, что еще в моей жизни не соответствует Божьей миссии. Что еще в моем характере не соответствует Божьему призванию. И молитесь, чтобы Дух Святой изменил вас. Молитвенно вместе с Богом составьте план духовного роста. План борьбы. Как вы будете бороться с грехом? Как вы будете возрастать в вашем характере? Как вы будете изменяться? И после этого поделитесь этим планом с вашими друзьями, с братьями и сестрами. Чтобы они молились за вас и помогали вам меняться. Бог приготовил для каждого из нас миссию. И теперь нам нужно возрастать и меняться, чтобы верно исполнить наше предназначение. Итак, мы с вами сегодня прочитали 18 главу книги Бытье. И мы видим здесь Бога, который приходит в нашу повседневность. Бога, который знает нас настоящих. Бога, который формирует наш характер в заслужении. И нам остается лишь сделать практический вывод. Что мы теперь должны сделать, когда мы видим такого Бога? Что остается сделать нам? А нам нужно посвятить себя такому Богу без остатка. Когда мы встречаемся с таким Богом, все, что нам остается сделать, это посвятить себя без остатка. Нам нужно дать всю нашу жизнь владению Иисусу Христу. Нам нужно, чтобы окружающие люди увидели в нас. И эти люди, они радикально посвящены Иисусу Христу Царю. И чтобы через наше радикальное посвящение Христу эти люди могли увидеть Господа. Чтобы через наше служение, через нашу жизнь они могли сами пережить личную встречу с таким Спасителем. Нам нужно, чтобы наши соседи, наши коллеги, наши друзья и наши родственники, они увидели, что Бог работает в жизни этих людей. Бог меняет этих людей. Бог меняет их характер. Они, вот эти люди в этой церкви, посвятили себя Христу без остатка. И пускай Бог прославится через нашу церковь, через таких христиан, которые посвятили себя полностью без остатка. Он с нами в этом плане работает. И Ему за все слава. Аминь. Другой наш Господь, мы славим Тебя за откровение Твоего характера. Мы славим Тебя за то, что Ты приходишь в нашу повседневную жизнь, и Ты работаешь с нами. Мы славим Тебя за то, что Ты преображаешь наше сердце. Мы славим Тебя за то, что Ты знаешь нас настоящих. Ты знаешь нас настоящих, Ты видишь наше сердце, и Ты рядом, чтобы нас преображать. Боже, мы славим Тебя за то, что Ты призвал нас к своему служению, призвал нас к Твоей миссии. И Ты делаешь нас способными совершать Твою миссию. И мы просим, Боже, Ты работай с нами, меняй нас. Иногда это будет больно, но Ты меняй нас для того, чтобы мы могли быть верным, добрым инструментом в Твоих руках, чтобы наша церковь в этом городе отражала Твою славу, чтобы мы, как измененные, преображенные люди, могли указать на Евангелие нашим окружающим, нашим ближним, чтобы они, видя нашу полностью измененную жизнь, могли также присоединиться к Твоей церкви и жить ради Твоей славы. Будь благословен и прославлен наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.